Сейчас я нахожусь в Окленде, это частная школа Сент-Кенс, одна из самых дорогих школ в Новой Зеландии. И только что закончился кэмп, который мы проводили для 25 лучших игроков баскетболистов в категории до 20 девчата, до 15 ребят, и до 19 тоже девушки и ребята. Сейчас только что их отправил всех домой. Кэмп по три дня были они. Получается пятница, суббота, воскресенье, потом понедельник, вторник, среда. Сейчас покажу вам немножко, где это все проходило. Вот это территория этой школы. Можно посмотреть. Жили мы там. Очень уютный комплекс гостиничный. Сейчас хотел бы вам показать, какие залы здесь в частных школах. Сейчас мы пройдем вовнутрь. Это дверь, куда мы постоянно ходили. Вот так вот проходили. Немножко темновато здесь сейчас. Ну и вот давайте посмотрим. Вот это один зал. Вот посветлее сделать для вас. Это получается один зал. Это главный зал, где проходят соревнования, потом они выдвигают трибуны. Вот трибуны как раз можно выдвинуть. И вот у нас получается второй зал, где в принципе все наши тренировки проходили. Второй зал состоит из двух площадок. Прекрасные площадки. Они немножко меньше стандарта, короче, но ненамного. Вот вы видите, какие кольца. Все абсолютно новое. И это частная школа. И здесь, как я понимаю, как мне сказали, около тысячи учеников. Но я был, конечно, поражен. Невероятно, частная школа. Такие условия. Сейчас мы зайдем в зал, где обычно собрание. Я хотел бы просто вам показать вид. Какой здесь классный вид. Вот мы сейчас проходим с вами. И вот посмотрите, какой красивый вид. Попробуем сделать, чтобы более было видно. Вот здесь поле. Что-то тут делают, реконструируют. Дома там очень дорогие в Окленде. Дома по 2 миллиона. И вот видите, какой красивый вид. Достаточно симпатично. Особенно те небольшие яхты там вдалеке. Классно, конечно. Ну, пойдемте спустимся к самой площадке, наверное. Здесь у нас собрание проходили. Достаточно комфортная комната. Большая. Вот название этой самой школы. Здесь выдающиеся атлеты этой школы. Кто здесь выступал. Добивался успеха. Я даже боюсь представить, сколько стоит обучение в этой школе. Давайте быстренько вниз спустимся. Здесь тоже спортсмены. Про реабилитацию что-то говорится. Это у нас главный зал, где они матчи проводят. И вот мы заходим. И здесь уже вот тренировочные, так сказать. Но все на очень классном уровне. Тем более, если мы говорим о ребятах, о ребятах, которым по 15, 17, 18 лет. Но это я считаю, что идеальные условия. У нас получилось, что 100 человек было. И это из-за ковида мы не смогли провести свой отбор. Так как международных соревнований. И получилось так, что мы делали больше девелопмент кэмп. Это чтобы было у них развитие. Чтобы они со своими партнерами по команде встретились. Хотел просто поделиться с вами. Рассказать немножко, как все это прошло. И где это все проходило. Я в конце этого видео вставлю несколько моментов. Потому что очень много интересных хайлайтов я заснял. Но если я просто так бы их выложил, вам было бы неинтересно. Потому что непонятно, что это вообще такое. А тогда это кэмп. И в Новой Зеландии таких три кэмпа. Но сейчас из-за кризиса ковида мы меняем структуру. И мы хотим, чтобы это было подешевле для участников. И мы будем делать немножко другого плана региональные отборы. Но вообще 25 человек приезжают. Из них отбираются 12. Точнее, не соврать, 14. Два резервиста, которые потом представляют Новую Зеландию. На чемпионатах Азии и на Кубке мира. Так, дорогие друзья. Спасибо вам, что вы были со мной. С вами был Николай Михальчук. До новых встреч.